А на поляне тем временем всё готово к встрече новичков. Как тебя зовут? Игорь Свежов, Москва, 31 год. Игорь, Москва, 31 год. Так, анкета собрана, дальше. Да, я считаю, что дом 2 строится уже 6 лет. Не поверишь, 7 почти. Отлично. И не только ты считаешь, он действительно так и строится. Да, да. Так вот я считаю, что он даже уже нуждается немножко в ремонте креативного отсека. Креатива надо добавлять срочно. И пришёл сюда этим заниматься. То есть сейчас ты пришёл и обвинил нас в том, что мы тухлячки, в общем-то, да? Нет, я никого не обвинил. То, что было, прошло, начинается новая жизнь. И я думаю, что я пришёл сюда притягивать идеальных людей, идеальные обстоятельства. Кто же для тебя является идеальной женщиной? Вот что меня интересует. Идеальная женщина – это та, которая не впускает в себя суррогаты. То есть не впускает в себя не сильное и не серьёзное мужское достоинство, имея в виду разные уровни понимания этого слова. Имя, да. Потому что сейчас ты нас так загрузил по поводу суррогатов. Мы до сих пор с утра пока... Мы только суррогатов знаем. Мы только с... да, да, да. Я говорю вообще о принципиальной ошибке некоторых девушек, которые думают, что, например, если парень смазливый... Вот, кстати, мы с новоприбывшим... Ну, ты очень смазливый, да. Ну, возможно. Так вот, мы с новоприбывшим вот Алексеем прямо перед входом говорили о том, что девушки западают на смазливых парней, а потом ничего не получают. Понятно, почему-то с Алексеем на эту тему-то разговаривали. Так, ну и... Потом получается, что как бы у парня нету ничего, чтобы вести потом за собой девушку. И, в общем, и девушка разочарованная, и парень дальше... Короче, меня интересует конкретика. Кто тебе нравится? Кому ты пришёл? А давайте определимся. Давайте. Давайте, конечно, определимся. Давайте смотримся друг к другу. А может быть, я кого-то ещё и оттуда притяну. То есть, Кисири, давайте, девчонки, налетайте, а я тут буду сидеть и определяться. Почему ты же собрался оттуда кого-то? Нет, давайте-ка скажем так. Я чистый белый лист, я готов целовать сначала ручки, а потом разберёмся. Ты сам по себе немножко неопределённый, да? А хочется действительно каких-то мужчин с решительными поступками, который пришёл, сказал, пришёл к Надюхе, хочу её забрать, хочу с ней построить отношения, потому что она достойна любви, вообще она красавица, и мы с ней ухо зажжём. А когда вот это вот всё пьешь, ты плаваешь. Сейчас готов возразить. Дело в том, что, когда я проходил кастинг, я видел некоторых парней, которые говорили, типа, я иду за этой, я иду за этой. Разве девушкам нравятся те парни, которые бегают за ними? Сколько мальчиков приходилось сюда неопределённых, вот типа тебя, и так же неопределённые они отсюда уходили. Вот, поэтому лучше, пока вот сейчас с нами поговорит Алексей. С вами всё определённое, я надеюсь? Конечно. Так, сколько вам лет? Двадцать шесть. Двадцать шесть. Алексей, так, откуда вы? Ну, с Волгограда два года в Москве жил. Так, с Волгограда два года в Москве. Может быть, вам этот вопрос покажется странным, но мне кажется, вы каким-то спортом занимаетесь, нет? Я. И серией бокс там, может быть? Ну, да, да, занимаюсь. Занимаюсь, да. Так, к кому пришли? Женечки. Женечки. Моя Женечка. Вы в курсе про её предыдущие отношения? Да, конечно. Надеюсь, вы полная противоположность Александру? Или схожа? Нет, я думаю, нет. Покерочек любите, нет так? Нет, таких нет уже. Таких нет момента вообще. Может быть, знаете, комбинация чужих пластиковых карт, например? Нет, только свои. Только свои. Ну, знаешь, в этом я хотя бы спокойна. Ну, и расскажите про себя немножко. Ну, что, занимаюсь спортом, как бы... Нет, ну, это понятно, конечно. Больше ничем не занимаюсь. Больше ничем не занимаюсь. Работаете вообще, может быть? Как деньги ты зарабатываешь? Не, не работаю. Через спорт, спортом. Любовь-то была в жизни вообще? Было три. Три было? Жень, ты слышишь вообще? У человека было три любви. Не, ну я же не скрываю такой любви. Не скрывай. Так, и рассказывай, что за три любви. Жил как бы с девушками. А почему не женился? Ребёнок есть. Ребёнок есть. У тебя и ребёнок есть? Поздравляю. Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик. Много уже? Шесть. Шесть лет, вот. Ну, я надеюсь, ты с ребёнком как бы общаешься? Ну, это естественно, конечно. Молодец. А с мамой ребёнка как ты общаешься? Просто поддерживаем общение, без всяких моментов. Ну, ты помогаешь, да? Ну, они как бы в помощи не нуждаются, но это естественно всё равно. А из-за чего расстались всё-таки ребёнок, так серьёзно? Ну, из-за ревности, наверное. Чей? Ну, кто кого ревновал, спрашивать не буду, понятно, конечно. Не, я не ревнивый вообще. Вообще не ревнивый? То есть она тебя? Ну, получается, что так. Ничего себе, кстати, не похоже. Ну, ладно. Итак, девочки, по-моему, мальчики... Замёрз? Замёрз. Ну, ты маленький мой, даже не знаю, чем тебе помыть. Хочешь, пусть не будет? Ладно, Игорь, моё наставление вам. В течение дня сделайте так, чтобы девочки не уснули рядом с вами. Очень постарайтесь это сделать. А от Лёши, наоборот, побольше разговоров. Ну, на самом деле, больше не разговоров, а действий в отношении Женьки. О том, в течение дня успеете пообщаться. А это было очень весёлое и, главное, недолгое лобное место. Но мы всё равно все замёрзли, идём пить чай. Спасибо. Спасибо.